всем привет дорогие друзья с вами павел георгиев турфирма и блог георгиев travel в этом видео расскажу про отеле феникс который находится на одноименном острове феникс многие сюда стремятся приехать многие хотят сюда попасть им кажется что это очень круто классно но давайте все вместе посмотрим и вы сами сделаете выводы подойдет вам это отель или нет и всем привет дорогие друзья с вами павел георгиев это турфирма и блог георгиев travel в этом видео мы поговорим об отеле феникс который находится на одноименном острове феникс в бухте санья бэй дорогие друзья что я хочу рассказать про этот отель стремятся многие попасть люди он привлекается им скажем видом он фигурирует на многих фотографиях в интернете здесь действительно все очень красиво классная подсветка днем и ночью но хочу более подробно рассказать чтобы вы больше понимали про этот отель и уже сами делали выбор стоит вам него приезжать особенно на весь период своего отдыха или нет пойдемте об этом всем я расскажу прямо сейчас смотрите по поводу отеля отель находится действительно на острове изначально кажется что это очень близко к санья бэй все хорошо на самом деле пешком вы там не пройдете потому что там дорога до острова можно передвигаться только на колесах там нет пешеходной улицы соответственно вам необходимо сюда заехать либо на байки либо на автомобили либо на такси либо на соответственно шаттли которые возят сюда пешком здесь не пройти поэтому можно конечно в обход как обычно да но тем не менее основная как бы история пройти здесь невозможно плюс или наверно минус здесь нет никакой своей зоны пляжа как видите здесь нету никакой формата где можно купаться здесь просто можно выйти прогуляться вот он такой скажем набережным здесь очень красиво правда стоят вот такие лодки все в этом плане супер классные может сделать фотография но купальные истории пляжа здесь нет есть только бассейны на ее территории вот такой момент что касается соответственно локации и вот как добираться это не очень мне кажется удобно если вы приехали сюда за морем мотаться во в любом случае выйдете в ту часть где пляжах такового не да то есть здесь вот лодки стоят корабли в карту грубо говоря в порту купаться никто не будет поэтому вам придется ездить либо вон в ту часть санья бэй либо соответственно уже ездить бухту додумхай а это дополнительные расходы поэтому если кто-то видит этот отель недорогой в цене и думает классно он красивый супер буду здесь жить это не пляжный отдых сразу говорю остановился я здесь естественно поступа причине номер один это стоимость потому что я приехал сюда как вы помните блок тур в разных местах я живу сам да то есть я здесь решил пожить там этот отель меня в первую очередь привлек своей ценой ну и соответственно главным образом не захотелось сделать сделать на него обзор потому что многие меня спрашивают про этот отель как все добраться как здесь жить очень им понравился поэтому задача сейчас рассказать вам чтобы у вас не было какой-то другой картинки была правильная четко вот мимо меня пролетают вертолеты так каждое утро он курсирует вокруг отеля здесь пять корабли ночью на самом деле не всегда не бывает тихо вечером потому что какие-то звуки работающих моторов от лодок бывают спишь с открытым окошем конечно можно закрыть но тем не менее еще есть здесь ветра потому что находится в море поэтому иметь это в виду можно ну как бы он днем теплый вечером немножечко прохладный потому что все таки стоит в открытом море поэтому а что могу сказать по отель по поводу номеров номера сейчас можете посмотреть друзья покажу свой номер в отеле феникс очень кратко уже все обжито ну понятно начинается он с туалета ванны здесь есть небольшая вот такая зона кухни кстати замечу в этом отеле он сразу как комплимент оставляет бутылочку вина она абсолютно бесплатная поэтому если хотите после дороги как раз можете выпить понятно здесь у нас большая такая комната да то есть большая кровать телевизор рабочая зона интернет здесь кстати в уголке стоит душевая кабина как видите да вот она и у нас есть балкон естественно так у нас выходим на балкон нас огромная панорама ванна на балконе и вот такая панорама на город очень красиво днем очень красиво ночью в общем всегда в любое время здесь очень классный панорамный вид свой номер я сейчас его немножко вам снял показал как он выглядит принципе они все такие же то есть везде есть ванны на балконе то есть везде соответственно такие достаточно просторные номера в этом плане все хорошо но чувствуется что остель немножечко уже такое устал в некоторых номерах уже не везде прям все идеально здесь есть бассейн как взрослый соответственно так и детский с детской небольшой зоной ну и также есть лежаки вот такого семейного формата ну и конечно одиночные лежаки естественно бассейн и работает до 10 вечера как везде в китае друзья на территорию отеля самого вы не заедете на автомобиле поэтому автомобиль вас привезет вот именно сюда здесь вы выйдете уже пойдете до территории отеля если вы будете на байке подскажу лайфхаку что я долго искал здесь можно поставить байк в плане зарядки вот туда проходит направо там будет порт круизных лайнеров и прям там заворачиваю налево будет пока большая парковка где можно поставить байк на зарядку там есть розетки они конечно платные то есть нужно иметь вичат или алипэ для того чтобы платить на крайний случай можно попросить персонал в отеле чтобы они вас то сопроводили принципе может заплатить ему наличку отдадите и все так что вот для тех кто будет передвигаться на электробайке я думаю это самый лучший вариант для тех кто хочет немножко пожить здесь но не брать сюда полный пакет тура на все дни вы можете приехать на остров поселиться в один день-два пофотографироваться пожить посмотреть те виды это в принципе вот так будет достаточно вот что хотел сказать про этот отель так что дорогие друзья спасибо что вы были со мной спасибо что смотрите мой блог подписан мой канал напоминаю что я занимаюсь продажей оформления туров онлайн по всей россии так что вы смело прямо сейчас можете оставить свою заявку под этим видео там будет прямой ватсап а также будет ссылка на сайт ну что дорогие друзья спасибо что подписываетесь ставите лайки комментарии обращайтесь дорогие друзья готовы для вас следующий выпуск посмотрите что будет в нем привет 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 пабам и вот мы возле этого бассейна за действительно смотрится даже как-то немножко страшновато да такая гладь и здесь сразу же высокое здание всего доброго увидимся в следующих выпусках с вами был павел георгиев компания георгиев travel пока удача